Режим быстрой съемки QuickShot Mavic Air 2 автоматически снимет для вас отличные видео везде, где бы вы ни оказались. В этом видео вы узнаете о дроне, рокет, хеликс, сёркл, бумеранг, астероид и о том, как просматривать и делиться видео. Примечание. Перед использованием QuickShot, пожалуйста, убедитесь в том, что дрон находится в режиме Normal. Для полёта дрона в пределах расстояния и установок найдите открытую площадку без препятствий. Если вы не выбрали точный маршрут полёта, начните с более короткого расстояния. Поднимите дрон в воздух и дайте ему зависнуть на высоте не менее двух метров над землёй. Нажмите на значок режима съёмки, расположенный в правой части приложения, и выберите QuickShot. Выберите «Дроне» и установите максимальное расстояние полёта. Вы можете помахать рукой дрону, чтобы автоматически выбрать вас в качестве объекта съёмки. И можете сразу же приступать к съёмке. Нажмите на объект или выделите его рамкой на экране, чтобы выбрать его. Затем нажмите «Старт», чтобы начать съёмку. Дрон будет лететь назад и подниматься, а камера будет зафиксирована на объекте съёмки. После окончания съёмок дрон вернётся в исходную точку. Выберите «Рокет» и установите максимальную высоту полёта. Нажмите или выделите объект рамкой на экране, чтобы выбрать его. Затем нажмите «Старт», чтобы начать съёмку. Дрон будет подниматься с камерой, направленной вниз. После окончания съёмок дрон вернётся в исходную точку. Выберите «Серкл» и установите направление круга. Затем нажмите «Старт», чтобы начать съёмку. Дрон начнёт запись во время полёта по кругу вокруг объекта, используя текущее расстояние в качестве радиуса. Выберите «Хеликс», установите максимальный радиус полёта и направление спирали. Затем нажмите «Старт», чтобы начать съёмку. Расстояние между вашим текущим положением и объектом будет установлено как исходный радиус. Затем дрон наберёт высоту и один раз облетит объект по спирали. После окончания съёмок дрон вернётся в исходную точку. Выберите «Бумеранг». Нажмите или выделите объект на экране рамкой, чтобы выбрать его. Затем нажмите «Старт», чтобы начать съёмку. Дрон взлетит и будет снимать вокруг объекта по овальной траектории. Выберите «Астероид». Нажмите или выделите объект на экране рамкой, чтобы выбрать его. Затем нажмите «Старт», чтобы начать съёмку. Дрон полетит назад, поднимется на заданное расстояние, а затем зависнет, чтобы снять панораму. После окончания съёмок дрон вернётся в исходную точку. По ходу выполнения миссии нажмите «Х» в правой части приложения или нажмите кнопку «RTH» на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из режима QuickShot. Дрон выйдет из режима QuickShot и зависнет на месте. Помните, что случайное прикосновение к джойстику также приведёт к прекращению съёмки. После прекращения съёмки нажмите на значок воспроизведения в приложении, чтобы посмотреть снятое видео. Нажмите кнопку переключения в правом нижнем углу, чтобы переключиться между исходным и созданным видео. Нажмите на значок загрузки в левом нижнем углу, чтобы сохранить исходный клип или созданное видео на мобильном устройстве. Также вы можете нажать на значок редактирования в правом нижнем углу, чтобы отредактировать исходный клип или созданное видео. Нажмите на значок «Поделиться» в правом верхнем углу, чтобы поделиться со своими друзьями своими замечательными кадрами. Спасибо, что посмотрели урок Mavic Air 2 Quickshot.